За время проекта Ваня Сафаров очень изменился. Это признают и родители, и сам юноша. Участие в песенном шоу заставило поверить в свои силы, в свой талант и свое будущее. Популярные артисты в качестве учителей многому научили, рассказывает Ваня. Но пройти до конца путь от простого парня до настоящей звезды все же не удалось. Не хватило зрительских смс-ок, но он уверяет, что не расстроен. На гребне славы сегодня дает первую пресс-конференцию. Я думаю, что все будет хорошо, и все, что не делается, все к лучшему. Все нормально. На сцене Ваня с трех лет. В родной Дружковке закончил музыкальную школу и сейчас учится в машиностроительном техникуме на программиста. Но в будущем мечтает о консерватории. Родители всячески поддерживают сына и говорят, всегда знали, что станет артистом. Сочувствовали, что что-то будет с ним. Ну, так воспитывали, не то что баловали, но всегда не отказывали, старались как-то... Вот если, ну, хочет этот ребенок, значит, надо так. Еще несколько месяцев назад этот парень не отличался от своих сверстников. Сейчас его узнают на улице, дарят подарки поклоннице и даже просят автографы. Взяла кто? Ну, они лучшие просто. Ну, там даже понятно, что за них сейчас такая массовая поддержка, что их выгнали, да? Там собирается акция протестовки. То есть ни за кого из участников такого нет. Умничка наш Ваня, потому что мы за него болели очень. Мы, конечно, расстроились, что он ушел, и мы считаем у него большое будущее. Сейчас Ваня собирается наверстать упущенное в техникуме и готовиться к предстоящей сессии. Но на «Х-факторе» еще не все спето. Ваню и его партнера по дуэту зрители увидят в финальном гала-концерте. Ольга Шилкина, Георгий Жилич, Панорама.